Марк, конечно же, мы начнем с вами с грузинских выборов, потому что на сегодняшний день были, перестаньте улыбаться, были назначены митинги, я думаю, вот мы начнем, и оно как понесется во время нашего эфира, опуская глаза вниз, акция протеста закончилась. Пару часов они вышли, потусовались и разошлись. И это на фоне того, что РИА Новости буквально час назад писали о том, что Запад пытается раскачать ситуацию в Грузии. Туда прибывают подготовленные в Украине снайперы для организации провокаций во время акции протеста. Видимо, где-то они застряли по дороге, едят шашлыки и отвлеклись от главных задач. Ну как так? Ну как? Ну почему? Что это? Знаете, я вам так скажу, почему я и прогнозировал, что с протеста размах не получится. Как вам сказать, у людей всегда есть возможность на первую попытку. Максимум на половину от второй. Максимум. Когда речь идет о массовых протестах и возможности агрегации энергии протеста, которые нужно плеснуть так, чтобы прям обожгло, как кислотой. Ну так вот устроен человек психологически, да и политически, и по-другому, что если что-то не получается, первая неудача, она демотивирует, деактивирует человека. И когда первый раз принимался попытка была закона об эноагентах, а мы же прекрасно понимаем, дело же не в эноагентах. Это была понятная, символическая и политическая, и, если хотите, историческая заявка на то, что Грузия будет меняться. Что в Грузии теперь все будет по-другому. В конечном итоге Грузия возвращается под контроль Москвы и становится ее промарионеточной территорией. Именно об этом была первая попытка принятия закона. Если вы помните, его отыграли назад. Он первый раз не был принят. Более того, начались протесты. Меня даже прежний премьер-министр обвинил в том, что я провокатор. Призывал, значит, людей не останавливаться. Ну, я не говорил, потому что надо убивать, там, насилие. Не об этом речь. Вы пошли на здание парламента. Вы должны войти в здание парламента. Вы должны взять власть. Понимаете? И провести свободные выборы, на которых не с позиции власти какая-то грузинская мечта марионеточная будет проводить эти выборы в свою выгоду. Ну, то есть, классифицируя, подтасовывая. А зачастую даже и просто используя власть для того, чтобы за собой ее сохранить. Они с 12-го года у этой власти находятся уже 12 лет. Понимаете? И поскольку именно тогда ничем не кончилось, для меня уже и последующее принятие закона об иноагентах. И сейчас уже Конституционный суд отменил решение ВЕТа Зорубешвили. И все попытки, значит, там, замотивироваться на то, что оппозиция объединится и совместно. А там большие противоречия между Едино-Национальным движением. Оно там Едино-Национальное движение теперь называется. Ну, это одно и то же. Это то, что от создавал Саакашвили своими соратниками. И то, что Зорубешвили создала свой блок. Ну, и там более мелкие партии засильную Грузию и так далее. Это все, конечно, фон. Потому что объединился оппозиция, не объединился. Действует в унисон, там, вместе и так далее. Это уже детали. Энергия, которая позволила вас смести вот эту марионеточную партию грузинской мечты. И, собственно говоря, изменить вообще судьбу Грузии. Этот момент был упущен. Он был упущен. Это урок. Это урок для русской оппозиции. Ну, у нее совсем все плохо. Даже хуже, чем в Грузии. Поэтому... Но это все равно урок. И главное, что есть пример Украины. Где люди шли до конца. Собственно, они шли до конца. Как во время оранжевой революции в 2014 году. Ну, они добились результата. Они, собственно, третий тур выборов провели. Понятно, что все было смлисифицировано. Я имею в виду во втором. И поэтому был третий тур и был результат. Ну, то есть, Ющенко победил на выборах. Это другой вопрос. Как там дальше складывалось. И почему, собственно, пошло все так, а не по-другому. Это там есть свои. И роль Москвы. И, так сказать, внутренняя ситуация. И та же раздробленность оппозиции. Много чего можно. Но потом, когда снова встал вопрос. Люди вышли, соответственно, в 2013 году. Осенью поздней. Ну, известный событий 30 ноября. Разгон студентов. И так далее. Революция достоинства. Фактически с перекрестка в 2013 на 2014 год. Тоже довели до конца. Вы понимаете, да? Люди вышли. Заплатили цену. Она была кровавая. Очень высокая кровавая цена. Но они получили результат. Если вы не готовы идти до конца, никуда не выходите. Прикрывать это все разговорами. Ну, Грузия, она не такая. Грузия, там, все-таки есть какая-то там какая-никакая оппозиция. Она в парламенте представлена. Значит, что там есть некое наследство антимосковское и так далее. Это все не работает. Вообще не работает. Вообще не работает. Москва взялась за Грузию, за ее возвращение под собственное лоно, под собственный контроль. Уже очень-очень давно. Ну, я это вижу, я это знаю. Они занимаются Грузией прямо вплотную. Не жалеют ни денег, ни сил, ни административных ресурсов, ни силового ресурса, ни спецслужб, которые там работают. Ну, и так далее. Сейчас то, что мы видим, это арьергардные, такие конвульсивные действия общественного мнения, общественности, которые, да, в большинстве своем, в общем и целом, эту программу не поддерживают. Подавляющим большинством она выступает за евроинтеграцию, с которой будет покончено. То есть, совершенно очевидно, сейчас будет реакция Запада и Европы, но не получилось ее синтегрировать, не получилось сохранить ее в полном смысле как демократию. Демократию, ну, значит, лучше отрезать эту пламу. И это правильно. Потому что что, тащить ее внутрь ЕС, чтобы получить вторую Венгрию, третью Словакию, ну и так далее. А для чего? Зачем это делать? Ну, вот Евросоюз это зачем? Про НАТО и речи быть не может. НАТО, безусловно, конечно, будет поставлен в металлические ворота. Никто больше, никакую Грузию, ни в какой НАТО не принял. Это исключено. Знаете, там было такое, что в декабре выдали, значит, этого, 23-го года, выдали такие, карту интеграции, вот эту пошаговую, в Евросоюз. Да, в Украине, в Молдове и Грузии. Ну, да, но я-то уже знал, что Грузии дали ее под условием. Вот вы должны сделать сейчас это, это, ну, там Саакашвили освободить, и вы получите. Зурбешвили вызывали, с ней разговаривали. В Вашингтоне, в Париже, в разных местах. Она, кстати, гражданка Франции, ну, как бы, она от него отказалась, сама она вообще родом, она иммигрантка, гражданка Франции. Ну, президентский пост, вы знаете, в системе Паранамической республики мало чего решает. Вот, ну, там много и других факторов. Она, Зурбешвили, выдвиженец, собственно, грузинской мечты. И Ванишвили, с которым у нее тесные отношения были. Ну, это не секрет. И, собственно говоря, в этой ситуации я не вижу никакого вообще, ни одной возможности сейчас сагрегировать протест, выступить организованно и изменить ситуацию. Сейчас уже на уровне мирного сопротивления это сделать невозможно. Есть призрачный шанс на то, что, потерпев поражение в Украине, ну, мы все равно считаем, что Москва должна его потерпеть. Так сказать, в какой форме и когда это будет, я не возьму судить и никто не возьмет судить. Но так устроен исторический процесс, понимаете. У него своя логика. То есть, я исхожу из того, что экзистенциально, безусловно, Москва проиграет. Потому, что она пошла по ложному пути и она пройдет путь, напоминающий поздний Совок и распад СССР. Ну, по многим признакам, есть просто этот путь будет более своеобразным. Там была капитализм и коммунизм, идеологическая система, она рухнула сама по себе. А здесь будет по-другому. Здесь не эти факторы собрать его. Вообще не эти. Потому, что это внеидеологическая система и так далее. Но, вот эти конвульсивные попытки восстановить хотя бы квази-империю или какие-то там остатки от СССР, вернуть обратно под контроль. Они вот в случае с Грузией, они дают свой результат. Они дают свой результат, потому, что вот так совпало, что на волне радикальных реформ, которые считал Саакашвили, где-то с перехлестом, прямо скажем, где-то неумело. Ну, где-то вот сейчас судебная реформа, это явно не огромный успех, вообще говоря, власти президента Саакашвили. Ну, а потом, например, на парламентскую республику, это явный не успех. И вот он теперь хвостом ударил отсутствие независимой судебной системы ровно по всей политической системе в Грузии. Но, тем не менее, это всё-таки был достаточно последовательный, неотропимый, такой целенаправленный уход от Москвы в сторону цивилизованного Запада. Этот путь, он прерван. Ничего не будет при нынешних обстоятельствах, а власть они захватили надолго, очень надолго, не просто срок каденции. Они сейчас будут сокращать все возможные политические и другие свободные пространства сокращать. Это будет касаться и прессы, и правящая власть. Это будет касаться и политических партий их функционирования. Это будет касаться политзаключённых. И это будет касаться взаимодействия с Западом против взаимодействия с Россией. То есть, они будут всё больше заниматься Россией. И то, что сейчас там их новый, ну, этот премьер, значит, заявил, что нет, нет, никто не планирует, типа, восстанавливать отношения с Россией, это точно будут восстанавливаться. Это специально сказано для того, чтобы дать сигнал. Будут восстанавливаться. Разговоры про 10% территории Грузии, оккупированной, то есть, соответственно, Абхазии и Южной Осетии, это цена, которую пытаются, так сказать, назвать, чтобы хоть какую-то форму обоснования этих восстановлений отношений ждут от Москвы, что та скажет, ну, возможно же варианты какие-то, как мы вот, и что мы там, и так далее. Как будет Южная Осетия. Я думаю, что, скорее всего, судьба Южной Осетии, кстати, она незавидная, потому что её сделать разминовать. С Абхазией сложнее, много сложнее. Там будет свой рисунок игры, он совершенно отличный. А вот, что касается Южной Осетии, за обратную интеграцию с Россией, Южная Осетия заплатит. То есть, это возможно. То есть, компромиссы они там найдут. То есть, нужно будет публично продемонстрировать антизападный курс. Не такой вот, что вот, типа, Запад нас подталкивал к войне, такой же судьбе, как и Украина. Нет. Там должно быть прям, очень жёстко нужно себя сартикулировать, как возвращающаяся обратно, значит, блудный Тбилиси в, значит, под контроль, значит, величавой имперской Москвы. Вот, это, скорее всего, будет сделано. Тоже не сразу, это будет очень осторожно, там, вкрачу, это всё будет. Что касается Запада, он введёт санкции, отнимет, я думаю, деньги у семьи Ивани Швили, он, кстати, держит францию, у него там активы по всему миру. Я думаю, что, скорее, у его и его брата действительно не просто будут санкции, а уже отнимут деньги. Вот, наверняка будет принято решение, ну, какой-то отложенный, но всё-таки обозримый. Это отрезки, значит, очень сильно будет сдавлена вообще помощь Грузии, она идёт, кстати, со стороны Запада, чтобы никто тут иллюзий не питал, они выклянчивают деньги там. Это грузинская мечта, она живётся от Евросоюза и других в поддержку, значит, реформ, там, ещё что-то. Это будет свёрнуто. Москва, конечно, это будет восполнять. Но вот иллюзии не стоит питать, что бесплатный сыр только в мышеловке, ну, и потом Москва, знаете, она как, она сегодня что-нибудь обещает такое крупное, а потом даёт там долю малую с откатом, и в конечном итоге сама приходит и всем начинает владеть. Понимаете? И вкладывает в себя, чтобы не было иллюзий. Это как Янукович, помните, дали 3 миллиарда? Ну, да, их там не отдали, но, так сказать, после всего они просто взяли и разрушили Украину там на сотни миллиардов долларов. Понимаете, да, как это? Передал, значит, на пол, значит, на миллиардов на пятьсот уже разрушил доллары. Поэтому я никаких иллюзий не питаю. Особых, я бы сказал, надежд тоже. Вот. Там очень специфическое положение. Вот. Грузия будет сильнее погружаться и в коррупцию, и в стагнацию, и в отказ от реформ, решительных реформ. И, в общем, всё постепенно будет сходить на нет. Вот. Ещё раз подчёркиваю, есть единственный шанс, что вдруг Украина победит в войне, и тогда процесс заиграет совершенно другими красками. В самой России может начаться такой бардачок и хаос, который приведёт к тому, что, растерявшись, грузинское руководство, политическое, не имея, значит, твёрдого гарантии, значит, от силу меняющейся ситуации в самой Москве, оно засуетится и побежит обратно. Такое вот могут они сделать. Дело в том, что они вели сейчас переговоры с Западом. Грузинская мечта, представьте, Иванишвили, они вели переговоры с Западом, они выторговывали. Только Запад искренне вовлёкся в переговоры, думая, что он может что-то пообещать, там что-то сделать, и они будут себя вести прилично, так сказать, проведут честные выборы, а они просто играли. Они просто, знаете, как с котёнком. Запад этого не прощает. Это всё конфиденциально было, но Запад этого не прощает. За разводняк, ну ты зря так поступил. Бедина, Шмедин, ты зря так поступил. Это ты вообще конкретно зря так поступил. Запад за такое накажет. Я не знаю, зачем они это, в общем, может, они не понимают до конца. Они боятся Москву больше, как говорят, но ещё раз хочу подчеркнуть, за такое накажут по поводу. Вот насколько они это осознают, я не знаю. Но Запад в этом смысле не будет церемониться, точно, стопроцентно накажет. Но, в конце концов, это же выбор. Это же выбор. Люди так вот решили, ну что ж, окей. С другой точки зрения, Марк, я вспоминаю, когда были в Беларуси выборы в 2020 году, и мы, естественно, тоже за этим наблюдали. Вы знаете, что, наверное, у Украины самый кровавый и самый болезненный опыт избрания своего курса, отхождения от российской политики. Я сейчас говорю, вот даже до 2013 года, даже до аннексии наших территорий, до Майдана, в общем, всё это было очень тяжело. И у нас был свой опыт. И с высоты этого опыта мы смотрели, например, на белорусские выборы, ну и говорили им, что смотрите, вот когда вы выходите на акции протеста, становитесь на лавочки, снимаете обувь, да, с одной стороны, вы потрясающие, очень воспитанные культурные люди, с другой стороны, это ничем не закончится. Нам говорили, мы не вы, мы не будем каким-то агрессивным, кровавым способом сбрасывать эту власть. Мы сказали, смотрите, но если вы этого не сделаете, то в крови будете вы, чем всё и закончилось. Грузинская оппозиция, которая общается и с нами в эфирах, они ведь тоже говорят, мы за мирные акции протеста. И я понимаю, почему никто не хочет, как Украина, никто не хочет войны, все знают, на что способна Россия и Путин. Но в Беларуси тоже, да, Лукашенко, самопровозглашённый президент, сказал, что совсем скоро будут президентские выборы. И это действительно выбор, только не из-за того, за кого поставить галочку, а выбор, как ты живёшь. И вот непонятно, почему достаточно много других стран, республик, постсоветского концлагеря, они всё-таки выбирают жить плохо, вместо того, чтобы побороться и получить какой-то другой результат. Ну, потому что они объективированы, понимаете. Они вот за эти десятилетия, больше трёх десятилетий независимости, так и не стали субъектными, понимаете. Не готовы отвечать за свою судьбу. В самой России такая беда, понимаете. Власть определяет, куда будет двигаться, собственно говоря, магистральное направление развития страны. На Запад или обратно в привычное своё состояние. Ну, власть определяет. Люди не берут руки своей судьбой. Ведь они скажут, ну, мы же вот голосовали же как надо. Нет, оказывается, этого мало. Этого мало просто опустить вот туда бюллетенчик. Это вот не работает. Вообще не работает. То есть, оказывается, для того, чтобы защитить свой выбор, нужно чем-то жертвовать. И жертвовать зачастую самым главным, может быть, собственной жизнью. Это старый спор о том, что самое главное. Знаете, часто вот расхожие говорят, что жизнь – это самое главное. Вообще ничего важнее жизни нет. Если бы это было так, то зачем солдаты умирают на фронте? Если жизнь важнее. Проще сбежать от фронта и сохранять любым способом жизнь. Почему вот украинцы защищают в окопах? Ведь, несмотря на все издержки процесса, они же умирают. И это не так, что они умирают по принуждению, заставляют. Нет, абсолютно сознательно люди идут на смерть, потому что война ничем другим не грозит. То есть, есть осознание, но вот есть особенности понимания того, что за все надо платить. И есть та часть ценностей, которая предполагает, что высшей жизнью является свобода. Потому что, ну, а кем ты будешь, живя в концлагере? Ведь мы людей с моральным компромиссом, конформистов, вот из нашей российской среды, очень хорошо знаем. Эти люди все на свете оправдают. Все на свете оправдают. Ну, не важно. Ну, политическую среду возьмите. Вот Григорий Алексеевич Явленский, который долгие годы, еще советских лет, работает агентом КГБ. Ну, мы все это знаем. Он всегда был сотрудником, так сказать, ну, негласным сотрудником и так далее. Чего мы вокруг да около ходим? Понимаете? Чего мы ходим вокруг да около? Мы же знаем это. Мы знаем, как он поднимался к Григорию Алексеевичу. При том, что он, может, и неплохой человек и все такое. Но он, понимаете, он пошел на моральный компромисс. Ровно поэтому он делает то, что он делает на протяжении всех десятилетий и сейчас и так далее. Ну, нет здесь загадки. Нет здесь какого-то, так сказать, и так все. И вот люди, которые остались там за этим пресловутым поребриком, они же идут на это моральный компромисс. Понимаете? Они же идут на это молчание, на все остальное и оправдывают себя. Они говорят, а что мы можем сделать? Вы что вы? Вы пристали, не могли что-то сделать? Понимаете? То есть для них жизнь – это главная ценность. В общем и целом, да. Я сам всех призывал уезжать. Я сам говорил, что не идите, вам тяжело будет жить. Вы можете там нормально питаться, ездить даже в Турцию. Там, не знаю, у вас мама старая, еще что-нибудь. Но вы поймите, что вы внутренне будете жить в состоянии внутреннего разрыва, разлада такого. Который не позволит вам ощущать в этой жизни полноценное свое состояние благополучия, свободы и так далее. Что очень важно для человека. Понимаете? Она говорит, нет, материальная жизнь, она важнее, мы вот останемся, мы дождемся, он сдохнет, мы там переждем. Вы не переждете. Потому что тот моральный компромисс, на который вы идете, цена за него столь велика, которую вы заплатите, что вы дальше, так сказать, не будете востребованы никем. Не теми, кто, значит, сможет говорить, а я, извините, ни на какой компромисс не шел. Я их поливал с 10 этажа, да, я уехал, чтобы не попасть к ним в руки, но я, так сказать, ни на какой моральный компромисс не шел. Ну да, я, так сказать, не геройствовал в том смысле, чтобы остаться. Вот на миру смерть красна, возьмите меня, убейте. Я сам приду и вас убью. Вот мне это ближе, понимаете, логика. Лучше я приеду, извернусь, сманеврирую, обхитрю вас, разведу вас, а потом убью. Вот мне так лучше, понимаете. Нежели вот самому красиво умереть, да в пример, как я, вот смотрите, приношу жертву, идите за мной. Знаете, брата Александра повесили у Владимира Ильича Ленина. Ну, вы знаете, я антикоммунист, антисоветчик, но я просто пример повесил. Он так встал, так. А мы, говорит, другим путем пойдем. И перевешил, перебил всю семью, понимаете, царскую. Ну, так кто же скажет, что он оказался неправ. С точки зрения политической истории и коммунистов, мы все про них знаем. Их всех надо было, так сказать, утопить в кислоте. Но это другой вопрос. А значит, существует, оказывается, другой путь-то. И в Грузии это в той же степени действует, понимаете. Абсолютно то же самое. Вообще точно так же. Если вы готовы, ну, тогда это ваш выбор. Не надо говорить, что нам навязали, вот они сфальсифицировали, Москва их поддержала, им помогли. А мы что можем сделать? Ну, не можете сделать, и ладно. Но ровно в той же степени это касается и белорусской оппозиции. Тогда, в 20-м году, сейчас-то они воюют многие. Прибрались и в средах ВСУ, соединения белорусские, они воюют и так далее. Это же значит, сделали выводы. Вынесли урок, понимаете. Вынесли урок, значит, они знают теперь, как надо. Вот представьте, вот из полка Калиновского, вот они придут. Вы же думаете, они пойдут обратно в Белоруссию, чтобы мирные выборы, что ли, проводить? Кто-нибудь, вот, вы зайдите к ним туда, поговорите с ним, скажите им, слушайте, вот надо по-мирному всё. Они вам расскажут, как они по-мирному будут делать. Естественно, когда они проберутся в Минск, ну, там будет такая баня кровавая. Пусть никто не рассчитывает, что, может быть, убежать. Ой, ребята, я в домике, а я вот, меня заставляли. Не-не-не-не-не. Нет, так не получится. Так не выйдет. Поэтому, на самом деле, здесь очень простая математика. Очень такое лёгкое уравнение. Оно заключается ровно в том, что, если вы готовы приносить жертву других из себя, чтобы добиться этой цели, у вас есть, пусть, маленький призрачный шанс, что это получится. А если вы не готовы, вывод за всё мирное и так далее, понимая все эти реалии, ничего не будет. Ничего не будет вообще. Вообще ничего не будет. У грузинов точно есть выбор. Кстати, есть и у белорусов, чтобы они не сомневались, кто нас смотрит. Действительно, белорусские военные часто бывают в наших эфирах. Невероятно сильные, красивые, безумно верящие в то, что после нашей войны, после нашей победы они спокойно вернутся домой, в Новую Беларусь. Но есть действительно страны или народы, которые живут в тотальной несвободе. И, кстати, даже удивительно, но, тем не менее, и Россия до них ещё расти и расти. Но, судя по всему, будет прямой обмен опытом. Сегодня The New York Times написал о том, что Путин и Ким Чин Ин прям вдвоём планируют масштабное наступление в Курской области. Ну, по сути, упрощая, речь идёт о том, что северокорейские войска будут использованы для наступления. И наши военные, они их уже предупредила, предупредила разведка, что действительно совсем скоро начнутся штурмы. Это понятно. Слишком много месяцев вот этого унижения, полоскания Путина, российской армии, их слабости в Курской области. Тем не менее, плюс-минус, понятно, Марк, что на кону для Путина. Это либо успех этой операции, либо очередная пощёчина и унижение. А что на кону для Ким Чин Ин? То есть он, по сути, как будто бы не воюет. Он просто отдал там своё рабское население, 10, 12, сколько бы их там не было, тысяч. Ну и что? Ну, санкции-то он не боится. Какие-то последствия не боится. Ну, вот там приедут, скорее всего, к нам разведка Южной Кореи будет допрашивать этих пленных. Ну, может быть, какие-то тайны утекут, и то там под большим вопросом. Одним словом, получается, что он в ситуации win-win, он ничего не теряет. Ну, я согласен с оценкой насчёт Путина, и согласен с оценкой, что они готовят это наступление. Я думаю, всё не случайно, они долго это разрабатывали, недолго решали. А вот для них тоже является таким тестом, загадкой, как будут воевать северокорейские военные. Потому что, вы понимаете, всё-таки, несмотря на спецназы, они же не воевали. Представляете, матёрых, прожжённых этих, около 30 тысяч военных украинских, которые сейчас на Курской области, воюют уже очень давно, это ротируемые военные, которые перемещались с севера, с востока, точнее, с крантов на север. А оттуда их кидали уже в Курск. Это люди, которые, скажем так, воевать умеют, знают, как это делать, и они беспощадны. Вот я не знаю, я много раз говорю, что цацкаться, церемониться с северокорейским назначением не надо. Не надо искать, ой, они какие-то там маленькие, там ещё-чё-чё. Вы приехали с другого конца света убивать украинцев, славян убивать, ну, тогда здесь и останетесь. Поэтому не церемонитесь с ними, потому что у них есть всегда возможность сдаться. У них есть возможность, северокорейцев, конкретно, для северокорейских назначения, просто взять и сдаться. Но там говорят, что в плену семьи находятся. Понятно, значит, пренебречь семьями, а не так, что, ой, у них семьи, давайте их пожалеем. Не надо их жалеть. Не-не, не жалей, да. Цена вопроса – это жизни других людей, которые к ним не ехали их семьи убивать. Это, понимаете, называется переложить вину на украинцев, или на кого-то, на Запад. Моральную вину за то, что, видите ли, они здесь приедут убивать. Это не аргумент. Семьи, значит, да, вы пожертвуете семьям. Если нет, тогда навсегда здесь все и останетесь. Никого вообще не брать. Зачем вы нужны? Нет, это не аргумент. Вообще, ким чен и ну, это надо по многим причинам. Есть обычные причины, что мы понимаем. Да, они заключили соглашение о военной помощи. НРК получит поддержку со стороны России в помощи в разработке некоторых видов вооружений. Там, наверное, ракетных, пусковых установок. Возможно, что-то и в развитии ядерного оружия, скорее всего. Скорее всего. Что-то еще. Ну, Москва будет чедра в этом смысле. Плюс мы с вами обсуждали, просто считали. 10 тысяч военнослужащих по 2 тысячи долларов – это 20 миллионов в месяц. Это только 10. Ну, то есть, за год, легко посчитать, это почти 2 миллиона, извините, 240 миллионов долларов. Ну, а их может же больше кратно, в 5 раз больше. Он может и 50 направить. Ну, то есть, это все периферийные темы. Конечно, они есть. Конечно, это деньги, их получает Ким Чен Ын, его окружение, оборону и так далее. Но это не главный текст. Что хочет Ким Чен Ын? Ким Чен Ын хочет выйти за пределы просто Северной Кореи. Соответствовать ядерному статусу. Теперь у него такие мощные союзники. Оказывается, можно воевать по всей планете. А где в следующее место направят этих военнослужащих? Куда? В Молдову воевать? Ну, или, например, в страны Балтии, если понадобится. Или с Финляндией воевать. Ну, я, понятно, я утрирую. То есть, он ощущает себя не просто толстячок с пузиком и щёчками. В Швейцарии, кстати, учился. Он английский знает. Он такой. Не то, что мы прям про него толстячок. Толстячок он образование получал европейское. То есть, не хухры-мухры. Он знает, что к чему. Прекрасно знает. И в его головёнке, значит, сложилось ощущение, что если он, значит, не попытается стать больше, чем просто Северная Корея, просто маленький 25-миллионный концлагерь, чем-то большим, то шансы малы сохранить. Это всё в той милой рубке, которая начинается. Это визуальный шаг к мировой войне. Кто бы что ни говорил. Она может вылиться в большой конфликт с разных двух сторон. Сегодня же Рюте, новый, Марк Рюте, бывший премьер Нидерландов. Он же сказал, как глава НАТО, он сказал, пересмотрите это решение. Вы понимаете, куда вы идёте? Многие даже не до конца говорят, ну и что, ну приехали в Северокореецкий? Вы подумаешь? Нет, нет, нет. Это очень серьёзно. Это очень серьёзно. Это, безусловно, шаг ядерной державы, я подчёркиваю, в Северной Корее, в сторону мирового господства. Господство, понятно, не такого, что они в Вашингтоне окажутся. Ни в каком Вашингтоне, ни в Париже, ни в Берлине они не окажутся никогда. Ни русские, ни северокорейцы. Этого не будет. Но мировое господство достигается далеко не всегда вот этим втыканием флага. Где-то его надо воткнуть, как в Киеве, да. Кстати, северокорейцы будут танцевать, значит, где-то там накричать. Но такого не будет, я ещё раз хочу переговорить. Какими бы острыми бы ни были прогнозы и экспертизы, я ещё раз подчёркиваю. Не захватит Москва вместе с Северной Кореей и ещё с тысячами Северной Кореи никакого Киева. Этого не будет. Этого не будет. Мировая война может быть. Обмен ядерными ударами может быть. Киев может всё-таки создать бомбу. В Курскую область к ним туда швырнуть. И чтобы они пепелком летали, значит, по улицам. Ну, они наверняка появятся. Как я уже говорил, я считаю, что не только в Курской области. Москва хочет посмотреть, как они будут воевать. А потом они, конечно, их направят и на Запорожское направление, и на, значит, и в Херсонскую область. Он же сказал, это наша область. У нас в Конституции написано. Ну, что я, говорит, могу сделать, говорит Путин. Ну, вот они и наши территории. У нас же в Конституции. Вот, я что, вот она записана. Я же не виноват, что четыре области, вы, пожалуйста, их освободите до административных границ. Поэтому Северная Корея, их Министерство и Национальное Дело, которое заявило, а мы с международным правом. Вы понимаете, какое международное право? Для них соблюдение, значит, территориальной целостности и суверенитета самой России, которая включает эти четыре территории, ну, понятно, и Крым. Ну, это как бы вот следование международному праву. Тут они считают, что они не вступают ни в каком праве. Мы понимаем, что это цинизм и лукас. Мы же понимаем. Но в их представлении это тоже территория России. Я считаю, что такой соблазн стать наряду с Путиным, знаете, как Гитлер, Муссолини. В таком ключе, ну, это очень соблазнительно. Ты не просто Северная Корея, которая всё время от голода ежесезонно просит риса у всех. Да иди, риса, риса. А теперь ты ещё и можешь вообще валиться в Восточную Европу. Своих этих, значит, меховых тюбетейках и, так сказать, шапках-пушанках. И, значит, там что-то такое навязывать европейцам, украинцам и так далее. Ну, соблазнительно. Мировое господство. Ну, а что нет-то? Понимаете? Тем более, это мало к чему обязывает с точки зрения идеологии. Ну, как бы я думаю, что вот это стремление мессианское, оно вот может двигать даже такими маленькими клопами, понимаете? Историческими клопами. Ну, может двигать ими, потому что они как бы ощущают себя больше, чем они есть. Ну, что там, поизмываешься над своими, значит, этими аборигенами, ну, это ладно. А тут ещё ты посмотри, что ты вот можешь вот сюда, войска туда, войска сюда. Что-то отдалённо подобное было с Кубой, кстати, на пике её революционной, этой бесшабашной активности, когда они действительно направляли войска по всему миру. А и в Африке активно воевали. Че Гевар воевал в Африке. Были миссии там, но погиб он уже там, ладно, в Латинской Америке, там, в Боливии, но факт остается фактом. То есть, вот это, там это была революционная идея такая, перманентная революция почти, ну, там, преображённая. А здесь, ну, там, интернет-долг, они же выдумали всё время какие-то эпитеты. А здесь, ну, совершенно же очевидно, что это попытка стать больше, чем ты есть. Обрести некое историческое, исторический статус. Вот. И не быть просто каким-то там обрубком гражданской войны, знаешь, на север от 38-й параллели, сохранить только потому, что американцы не захотели сбросить атомную бомбу. К чему призывали Эйзенхауэра, да. И говорили, давай бросим туда, и всё, и дело с концом, и брить, и чик-чирик. Ну, и надо было бросить на пхенян эту бомбу. Надо было бросить. Глядишь, может, бед меньше было бы с коммунистами, понимаете. А тут вот расхлёбываем, почитая уже сколько там, 80-летий, ну, 7. Поэтому, на самом деле, движет им, я думаю, что вот это ощущение, что он в истории за своим дедушкой Ким Ирсеном, папашей Ким Чен Иром, который, кстати, по вменянию получается-то был, если так взгляд. Этот хочет доказать свою какую-то особость. Мировую претензию. Я говорю так. Знаете, я смотрела один из сюжетов от Соловьёва, и он абсолютно серьёзно рассказывал. Он говорит, в смысле, а что вы возмущаетесь северокорейским войскам? Мы вон убили в Курской области уже тысячи британцев. Там были поляки, там были немцы. Ясно, о чём мы должны одни воевать. При этом, если бы вы нас спросили, любого украинца, вы хотели бы, чтобы к нам присоединилась какая-нибудь армия? Любая армия. Мы бы сказали, конечно. Мы бы и штанишек выпрыгнули, потому что любому нужна помощь. Но только единственное, что с нами не воюет никто. И, конечно же, война для любой нации, для любого народа – это большое испытание. Вы знаете, что у нас есть там? И какие-то внутренние истории. У нас есть и мобилизация, которая нравится и не нравится. У нас есть бронирование, и бронирование, которое отменяется. И бизнес, который страдает, и стратегически важные объекты, критические. Они говорят о том, что так нельзя. Сейчас бронирование, к счастью, снова возобновляется. То есть пытается как-то уравновесить наша власть эту ситуацию. Но мы не нападаем, у нас оборонительная война. В то же время в России 140 миллионов. Ну, хорошо, их там стало намного меньше в связи с СВО. Но при этом, ну, пускай будет 139 миллионов. И я не понимаю, почему их не задействуют, почему нужно взять 12 тысяч северокорейских военных. Понимаю, что есть риск. Ну, вот там реакция Южной Кореи. И не только. Что не так с внутренним потенциалом самой России? Ну, то, что лежит на поверхности. People не хочет воевать. Никто не хочет. Ну, People конкретно в России не хочет воевать. Даже за деньги. Ну, а иначе что? Вот я вот с разной периодичностью мне присылают фотографии со всей России. Там уже на туалетах, на сачках лепят, что вот контракт. Сейчас уже состав пополняется исключительно теми контрактингами, которые идут по контракту туда в СВО. Исключительно, ну, таким самым негодным материалом. Плохо подготовленным, пьющим там, провинциальным, ну и так далее. Которому уже совсем нечего терять. Ему что воля, что неволя, как известно произведение. Сильно упавший, как бы, качественный потенциал, ну, как бы, должен чем-то восполняться. Да, можно объявить мобилизацию. Но Путин, очевидно, ее опасается. Он ее опасается. Ну, как вот он думает? Он думает, мы, конечно, справимся, мы ее забьем. Мы все равно, так сказать, силового ресурса хватит для того, чтобы не дать этому разрастись. Как это было в сентябре, когда объявили частичную мобилизацию в 22-м году. Там, в общем, закопили какие-то митинги. Ну, такие какие-то. Знаете, все равно ни во что не вылилось. Хотя они там отыграли кое-где, они перестали брать там на Кавказе и в других местах. Стали, так сказать, отыгрывать, что вот не, не, все нормально. Он этого опасается. Почему? Он искренне считает, что действительно убежден, маниакально убежден, что Запад воспользуется этой ситуацией, объявлением мобилизации. И как бы запустит какие-то вот вещи там внутрироссийские, которые повлияют на мотивацию как бы с этим начать этому противостоянию. Широким слоям, понимаете? Ситуация ухудшается и финансово-экономическое, она ухудшается. Может быть, не радикально, не до степени, что они там есть, нечего, они там колоски собирают. Нет, она ухудшается естественным путем, потому что, ну, бюджетные возможности сокращаются, но война сжирает больше денег, все-таки санкции работают. Ну, он тут, некоторые даже их там, так называемые экономисты, вот Дворкович такой, да, он вот выступал, он говорит, нет, нет, зачем мы говорим, что санкции это хорошо? Это вообще не благо, то есть мы теряем от этого. Ну, он все-таки бывший первый вице-премьер, занимался экономической сферой, там он был помощником по этой части, но возглавляет Фиде, насколько я понимаю, все еще. У него вот, типа, на шахматы его поставили, у него папа был, как в известном дроссмейстере, Дворкович. И, собственно говоря, они же признают это все, но народ не хочет воевать, и ты ничего с этим не можешь делать, ты можешь только заставить, заставить, потому что тебе нужны десятки-десятки тысяч прямо сейчас. Просто вот на секунду представьте, если они зимой попрут наступать, хоть в Курской области, хоть с корейцами, перекорейцами, значит, в Запорожской, в Донецкой. Вы представляете, какая гибель будет, какая убыль будет? Вот там публиковали в сентябре, они когда шли на Угледар, значит, до 1300 теряли, да? Ну, будет все две, все три будет, в день будут терять, в день будут терять. Они теряют гораздо больше украинцев, хотя украинцы тоже много теряют, но это не секретно. Но все равно это меньше, чем теряют они, потому что они пытаются наступать, соответственно, живая сила расходуется. В таких обстоятельствах они должны искать любые источники пополнения. Но мы же это и видим, начиная от собственных уголовников, заканчивая северной корейцей. То есть, мотив для того, чтобы все-таки этот элемент заменяемым делать, у него есть у Путина. Плюс, они же это продают населению, говорят, ну что, мы своих-то бережем, мы же своих-то не хотим, видите, мобилизацию оттягиваем. А вот пусть корейцы и воюют, они из концлагеря, их не жалко. Как они будут воевать, еще раз скажем, мы не знаем. Я, например, моя ставка, что они будут не очень хорошо воевать. Вот мое мнение, да, спецназ какой-то еще туда-сюда, но в целом мой прогноз, я вообще аккуратно делаю прогнозы, я стараюсь, так сказать, не попадать на них, что называется, но я считаю, что сами русские воюют лучше и будут воевать лучше, чем Северокорейка. Вот мое такое мнение. Это посмотрим. Это нам скажет командование ВСУ, там разведка, они скажут, как они воюют, я думаю, там первые пленные. Представление сложится. У нас представление сложится. Но в любом случае для Путина удобнее и выгоднее продавать пропагандистские идеи о том, что пусть у нас вот северокорейцы, а я-то вас, русских-то, защищаю, я-то вот не даю вам всем погибнуть, понимаете вы что? Вот Путин-то не д**к, вот все говорят. А он же вот, видишь ты что, своих-то бережет. Это тоже будет пропагандистские раскручиваться. Поедут эти гробы, поедут еще новые северокорейцы. Проблема для Украины только та, что, понимаете, они бесконечно прут. Это как вот атака клонов, как она там, империя наносит ответный удар. Ну, они как роботы. Звездные войны, да. Звездные войны, понимаете, ты их делаешь, делаешь, а их там, что их, какая разница? Всеми яйцеклетка. И вот на привязыве, значит, этих продуктов, значит, из Северной Кореи, конечно, их никому не жалко, но их много. Их там 25 миллионов. Они говорят, что они сейчас мобилизуют 1,4 миллиона. Ну, конечно, ну, а украинцы, они же что они решают? Они же не могут так бесконечно расходоваться сами. Поэтому, естественно, это большая беда и большая проблема. И это, я вам хочу сказать, не украинцы должны решать. Ну, они, конечно, им деваться некуда. Это НАТО должно решать. Это Запад должен решать. А где этот вот этот гутерыш, который... Нет, дайте мне хлебушку пожрать в Казани. А где он? Ты что же не сказал-то ничего про это? Ты приехал, жрал, пил, с***, и ничего не сказал, что... Слушайте, вы что делаете? Какая Северная Корея? Какое вообще подтаскивание каких-то Северной Кореи? Что он не сказал? У меня простой вопрос. Вот что он не сказал? Пожрал, отдохнул. И все, и поехал. Ишь ты что? Он типа мир... Ну, говорит, мы вообще жить, все вместе жить. Что ты жить? Ты почему этот вопрос не поднял? Не поднял. Ну, как бы, понимаете, в такой ситуации надо ждать от международного сообщества реакции. И в Северной Корее, ну, как бы, на Корейском полуострове, и со стороны НАТО, и со стороны, значит, союзников Украины и так далее. Ну, а как вы, понимаете? То есть, если вы считаете это нормально... Мы же вот говорили, что пренебрежение международного мема. Помните, я все время говорил, мирные переговоры не могут остаться, пока не выработан будет принцип, на базе которого, значит, будут вообще решаться вопросы этих всех конфликт. То есть, если вы отказываетесь от международного права и провозглашаете право силы, ну, а Путин его открыто декларирует, да, ну, тогда противопоставлено этому должна быть сила. К чему вы апеллируете? Во что вы играете? Какое международное право? Ну, на нет суда нет. Значит, у вас есть бомба, у вас есть ракета, у вас есть войска, направляйте в Украину. Ну, а как по-другому? Ну, как минимум, начните с того, что дайте разрешение бить вглубь территории России. Вы просто вот это же можно сделать, прямо вот рощерком, вот так, за одну секунду, правильно? Для этого же ничего не надо. Для этого не надо ничего. Сделайте это, и мы посмотрим, какая будет реакция. Как они отреагируют, и как эти, значит, в Курской области будут гореть эти, значит, северокорейцы, и посмотрим, какая будет реакция. И там, и тут, и везде. Ну, для этого же ничего не надо. Вообще ничего. Ничего не надо делать. Поэтому, на самом деле, это вопрос для мирового сообщества, для союзников Украины. Это им решать, как они в этом мире собираются жить. Если они искренне, действительно, кто-то считает, что это дальше Курской области, или Киева, или Львова не пойдет, они крупно ошибаются. Они очень крупно ошибаются. Такие же были представления о Гитлере. Он все время приходил и говорил, все, нам только судей, больше ничего не надо. Вообще ничего не надо, вообще все, отдыхайте вообще. Да нам только вот Запад Европы, Париж, там все, ничего не надо. Советский Союз, зачем это, восточные дали какие-то. И так до бесконечности. Поэтому, на самом деле, это серьезнейший вопрос. Если на него не последуют реакции, все продолжится, и будет еще хуже. Скоро иранцы появятся, понимаете? Иранцы. А русские появятся в Иране. Будут создавать ними бомбу по соглашению о взаимной военной помощи. Вот все. Да, но, знаете, хочется сказать, что слабые у нас партнеры. В том плане, что они не готовы так повышать ставки, как это делает Путин. Но других у нас нет. И без них справиться все равно невозможно. Их оружие, их поддержка. Что уж там говорить. Буквально на следующей уже неделе мы с вами будем обсуждать совершенно другие темы. Потому что, по сути, мы выйдем на какую-то итоговую картину президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Но в то же время Украине приходится лавировать, искать тоже свое какое-то место среди разных больших геополитических игроков. И очевидно становится сегодня украинской властью, что только одним Западом, только одной Америкой, одним Европейским Союзом НАТО обойтись невозможно. К сожалению. Америка вскормила Китай. И теперь, в том числе, с Китаем нужно считаться. Последняя наша тема на сегодня – это новое интервью главы со-президента Андрея Ермака, который сказал о том, что президент Зеленский будет готов выслушать мирные инициативы Китая, Бразилии, Южной Африки, чтобы интегрировать или имплементировать их в нашу формулу мира. При том, что вы помните, было заявление президента Зеленского. Он говорит, ну мы же знаем, что такое китайско-бразильская формула. Это же чушь, нам предлагают капитуляцию. Но на сегодня говорить нет бесконечно Китаю. Мы не можем. То есть так или иначе нам нужно поворачиваться и в Азию, и с ними вести разговоры тоже. Здесь что вы видите? Блеф, игру, возможности там поспекулировать на этой теме? Или действительно для того, чтобы выйти на какую-то более сильную позицию, чтобы в конце концов на потенциальный саммит мира приехал Китай, действительно нужно как-то вот поклониться? Сегодня же вы даете нам уроки политологии. Ну, безусловно, это игра, это, безусловно, расчет на то, что можно будет как-то на этом треке поиграть. Я перспективы не вижу конкретно. Почему? Потому что решение о направлении северокорейских войск либо получило, пусть нехотя, но согласование Пекина, либо, скажем так, молчаливое согласие. Ну, посмотреть, что будет. Пусть Соединенные Штаты подъезжают, договариваются с Пекином, чтобы вот эту вот проблему решать. А это как бы взаимообразная вещь. Вот мы всегда говорили, какой интерес Китая. Да свой интерес, ничего не изменилось. Китай преследует свой интерес. Свой интересует Тайвань. Тайвань. Многие говорят, да ладно, что Тайвань? Ну, еще раз хочу, еще раз сказать, что Тайвань очень важен для Китая. Почему? Потому что это альтернативная модель развития китайского общества. Ведь оно же синская цивилизация и не предполагает деление на что бы то ни было иное, кроме управляющих и управляемых. Никакой децентрализации и политической самостоятельности субъектов внутри такого общества нет. Оно, кстати, не проходило стадию феодализма. Я много раз об этом рассказывал. Китайское общество было государство и подневольное. Никогда не было независимым феодалом, собственником. Который как независимый источник власти, региональный, корпоративный и другой, мог эту власть реализовывать. Причем, имея силовой элемент и другой. Единственная страна, прошедшая внутри Азии, в Азии этот этап феодальный, это Япония. Только в силу изолирования. Только в силу ее, потому что там были феодалы. Щегуны и так далее. То есть, все хорошо, в общем, это все знают из кинематографа. Для этого достаточно почитать. Откройте, масса есть работ по этому поводу. Почитайте Карла Августа Витфогеля, если кто интересуется. По-моему, он переведен на английский, может, не переведен с английского. Поинтересуйтесь, это подробно описано. Так вот, да, благодаря западному влиянию по результатам гражданской войны, перебравшиеся на Тайвань, сторонники Чанкайши, республики, это еще, в свое время, сторонники Суньи Цена, они, в общем, пройдя авторитарный этап, дошли до политической демократии. И когда адресуют Вашингтону требования Китая о том, чтобы дать возможность интегрировать, ну, одна страна, две системы, но превратить в одну систему, требования о прекращении военной помощи Тайваню, они же на это смешливо... Вашингтон отвечал, да вы сами присоединяйтесь к Тайване, какие проблемы. К его политической системе устроить выборы, когда не одна КПК существует. Разные партии, там, либеральные, республиканские, чанкайшисты, как находится это все на Тайване. Допустить такое они не могут. Ровно поэтому они погубили демократию в Гонконге, понимаете, где тоже был независимый городской совет. Я был в период только-только, вот только-только передали Китаю в Гонконг, и я там был, была абсолютно демократия. Кстати, на Каулуне я где-то там жил. Ну, пару раз я там был в Гонконге, и то проездом ехал там на Бали, там через, соответственно, Гонконг, обратно через Малайзию, ну, неважно. И, понимаете, это была обычная демократия, свобода прессы. Сейчас там почти ничего этого нет, практически ничего этого нет. Вот Китай должен справиться с любой идеологически альтернативной моделью, кроме той, которая царит на континенте, ну, на континентальном Китае. Это важно. И они хотят это получить, и они готовы тоже рисковать. Но они же говорят, что это не мы, что он в Казани говорит, мы же вот заурегулировали, мы против ядерной эскалации. А на самом деле, еще раз смотрю, Северная Корея на 90% ее экономика зависит от Китая, военные вопросы зависят от Китая, потому что обучение северокорейских военных, офицеров, особенно, все проходят в Китае. Ну, что же, Северная Корея пошла на такой риск просто против Пекина, чтобы что? Чтобы получить от Москвы что? Только деньги, там, ядерные технологии, еще что-то? Нет, безусловно, с Пекином это так или иначе согласован. В этой ситуации сотрудничество на этом этапе, вот сейчас, с Пекином, ну, Бразилию мы вообще не берем, что там Бразилия, да? Ну, она результаты не даст. Все будет зависеть от исхода американских выборов. Если побеждает Камала Харрис, будет продолжен курс нынешней администрации, возможно, он будет чуть резче. Возможно, потому что, ну, приходится на вызовы реагировать. Если приходит Трамп, никто ничего не знает. Вообще ничего не понятно. Он каждый день делает заявления, которые, ну, они в целом негативно, пессимистически по украинской тематике воспринимаются, очевидно. Но может пойти по совершенно неопределенному и непредсказуемому сценарию вся ситуация. Вся ситуация. Потому что, с одной стороны, тот же Трамп будет решать вопрос на Ближнем Востоке, а сейчас сама Москва поспособствовала тому, что любой изменение на Ближнем Востоке или на Юго-Восточной Азии, ну, где-нибудь на Корейском полуострове, если там какие-то события начнутся между Южной и Северной Кореями, то это повлияет, безусловно, на войну в Украине. Вот чтобы было понятно. Любое поражение на Ближнем Востоке союзников Москвы ведет к неуспеху Москвы в Восточной Европе. Любое поражение Северной Кореи, ну, политической или военной, или еще в комплексе комбо такой самой Северной Кореи, повлияет на расклад силы в украинской войне. Очевидно же, что эти вещи связаны. Сам Путин вызвал эту агрегацию этих конфликтов и хочет, чтобы напряжение росло и на Ближнем Востоке, и на Корейском полуострове. Конечно, Путину это выгодно, чтобы говорить, давайте мы вот здесь договоримся, а на тех участках я вообще отвалю и вообще ничем помогать не буду. Он создает эту ситуацию, при которой он тоже вырабатывает торговую позицию. У меня, извините, военные соглашения, с Кореей и Северной Кореей, и, возможно, с Ираном. Они уже заявили о том, что готовят такое же аналогичное соглашение. Ну, я могу его не исполнять, если мне дадут Украину. Ну, логика понятна, да, разменная логика, она именно такая. Но еще раз хочу причерпнуть, что решающим образом все зависит от исхода выборов. Как только они состоятся, мы увидим первые заявления победителя, будет ли это Камала Харрис или будет ли это Трамп. Вот, сейчас чаша 50-50, но вы знаете, если все будет продолжаться, как сейчас продолжается, у Камала Харрис очки падают. Вот, это очевидно. Очень по многим причинам это можно обсудить. Пусть больше погруженные в американские выборы эксперты об этом говорят. Ну, вот то, что я вижу чисто из своей политической интуиции, значит, они теряют сейчас. Камала Харрис сейчас теряет. Не то, чтобы Трамп приобретал, но она теряет. То, что они могли делать, они не делают. Вот, боясь стронуть ситуацию. А это очень худший советчик в таких случаях. В зависимости от исхода выборов, я бы сказал, что сам Трамп, придя к власти, если уж чего-чего он делать не будет, так это потворство из Китая. Китая, он все равно будет потворство, хотя, вам говорят, делает заявление, какой гениальный там политик Си Цзиньпин. Это все игра. Это все попытки, знаете, тоже набросить пуха на ситуацию, чтобы никто ничего не понял. Знаете, потом я вам расскажу, как это в любимую фразу. Так что я не думаю, что за этими маневрами банковые стоят какие-то серьезные внимание того, что здесь можно чего-то добиться. Вот мне так не кажется. У нас нервы и так максимально натянуты. Вы еще нагнетаете вот этими рейтингами Камала Харрис и Дональда Трампа. Но действительно, на сегодняшний день нет силы, нет запроса, которые я бы точно сказала, кто победит. Вот слишком там, если они расходятся, расходятся, то пока что в пределах погрешности. Но все станет известно совсем-совсем скоро, уже на следующей неделе. Поэтому, друзья, как всегда, я призываю вас, что правильно, оставаться вместе с нами и первым обо всем узнавать. Не забывайте этому эфиру оставить свой лайк. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Фенинлайв, подписывайтесь на YouTube-канал Крубанова Лайв. Все ваши комментарии приветствуются. Мы можем с вами даже поиграть в игру, на кого вы делаете ставку, на Камалу или на Трампа. Но в любом случае истина будет совсем скоро. Марк, вам спасибо большое за этот час. И, как всегда, друзья, напоминаю, что в таком формате мы снова встретимся уже в четверг. Всем всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok